Столичные законодатели предлагают ввести новый штраф для автовладельцев за управление транспортом с шинами не по сезону. Так, по мнению разработчиков, проекта 2000 рублей должны заплатить те, кто использует летние шины зимой и шипованные летом. Сейчас в кодексах санкций за это не предусмотрено. Так, технический регламент о безопасности колесных транспортных средств обязывает водителей менять резину перед тремя летними и тремя зимними месяцами. Обязывает, но без штрафа. В правилах дорожного движения есть перечень причин и условий, при которых запрещена эксплуатация авто. В наличии пункт и о колесах. Так запрещено использовать на транспортном средстве ошипованную и не ошипованную резину. Это сейчас особенно актуально, поскольку водители в целях экономии очень часто устанавливают на ведущие колеса ошипованную резину, а другие колеса остаются с резиной не ошипованной. Но здесь водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Менять колеса вовсе не блажь, отмечают сотрудники госавтоинспекции. Основное отличие между летней и зимней резиной в качестве сплава. Сцепление шины с дорожным полотном обеспечивают лучшую управляемость. Летние шины при низкой температуре не прогреваются и даже замерзают. От этого прибавляется до 30% к тормозному пути. Резина не по сезону создает на дороге эффект санок. Выпадает первый снег и на трассе сотни аварий. У владельцев авто это время называют днем жестянщика. В шинных центрах период межсезонья – самое горячее время. Работать приходится по 12-14 часов. Очереди километровые. Так называемый законопроект о зимней резине вызывает у автосообщества бурное обсуждение. Всех интересует, как выберут время, в которое водителям необходимо обязать менять покрышки. Как в развитых странах это уже работает, наверное, нужно присмотреться к ним. Например, в Финляндии для легкового транспорта обязательной датой является 1 ноября, для грузового чуть позже. Что-то похожее можно сделать и у нас. Но сработает ли европейская модель в нашей стране, у которой огромная территория, множество субъектов и буквально в каждом свой климат? Например, если в Краснодаре до декабря тепло, то в Иванове снег может выпасть уже в сентябре. Что и говорить про Мурманск. Водитель со стажем Алексея за рулем проводит много времени. Часто путешествует по России. Резину на своей иномарке поменял неделю назад и даже успел попасть в метель. Смеется у водителей, как и у коммунальщиков, зима всегда наступает неожиданно. Поэтому лучше перестраховаться. Лет 8 назад я сам перевернулся на машине. Водители предлагают срок замены шин сезонами не ограничивать и отталкиваться от данных синоптиков. Как, например, это делают чиновники, принимая решения о начале отопительного сезона. Комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил законопроект. И после успешного первого прочтения дорожные полицейские начнут штрафовать водителей. Уже с 1 декабря. Мария Смирнова, Андрей Семилоков, РТВ, Иваново.